Радио 54 По поводу холода, главное, тепло одеваться, и поэтому вы не замерзнете. Если совсем отрицательная температура, то спасает палатка с какими-то обогревателями, то есть там можно вообще раздеться, снять куртку, шапку, рукавички. Никакой специальной экипировки. Правильная экипировка нужна, я считаю, да, и палатка должна быть... Обогреваемая. Специальная. Да, то есть палатка и какой-то обогреватель. То есть обогревается либо газовая горелка... А как на льду? На льду в смысле? Можно обогревать? А лед не растает? Нет, он толстый же, довольно-таки. Сейчас вот, допустим... Минимум 7 сантиметров, да, я слышал, должен быть лед? Это каждый решает для себя сам. Я не выхожу на лед, если он меньше 10 сантиметров, учитывая даже, что мой небольшой вес. То есть это довольно опасно провалиться по первому льду, и ничего веселого в этом нету, на самом деле, промокнуть. Ну а по времени каждый год примерно одинаково получается, когда вы выходите? Я даже веду некую статистику по этому поводу. То есть первый выход на лед, записываю какая-то была дата, какой водоем, что я поймал. То есть за три года статистику подвел, вот перед этим сезоном как бы. И плюс-минус там два дня. Ну и когда примерно начинаете вы выходить? 15 ноября примерно. Ого. Примерно. Когда по нормативам же есть, то по толщине, вот вы сказали, каждый сам решает, но есть же, наверное, какой-то закон какой-то. Есть опасные участки. Закон какой-то. Потому что если покрытые толстым слоем снега, вот это надо обходить эти участки. Рекомендации МЧСников. И по-моему, надо на цвет льда обращать внимание, да? Чем он темнее, тем он тоньше, да? Нужно понимать немножко другое. Есть водоемы со стоячей водой, то есть озера, водохранилища, а есть река. Это самое опасное, что может быть. То есть даже в сильные морозы река, вот когда минус там 30, вы же сами обращайте внимание, она замерзает полностью. То есть буквально как бы потеплело минус 20, и все, и вода уже открыта. То есть течением размывает очень лед. И, соответственно, вы можете, если по реке идти, вроде бы везде снег, вроде бы везде лед, но из-за течения подмывает лед снизу, вы этого не видите. И велика вероятность проводиться. То есть лучше рыбачить безопаснее на озере? Да. У вас были такие случаи? Я проваливался несколько раз, но не сильно, буквально там одной ногой. Но дело было на море, то есть когда ты понимаешь, что под тобой там 10 метров глубины, и до берега там полтора километра, ну, некомфортно. То есть одной ногой... Вы возвращаетесь сразу, когда проваливаетесь, нет? Если провалиться, ну, прям там по поясам или там по шею, то, конечно, нужно возвращаться, чтобы просто не замерзнуть. То есть ногой я провалился, я никуда не пошел, но она просто покрылась льдом, корочкой такой, и я продолжил рыбалку. А я еще читал, что возвращаться надо тем же маршрутом, к которым пришли. Конечно, то есть... Он, значит, проверенный, да, раз вы дошли? Это касается именно перволёдия, то есть первого льда, когда вот люди выходят на лёд, проверяют там пешнёй специально такая штука, например, толщину льда, и проходят. Но опять же, я не рыбачу по самому тонкому, такому откровенному, опасному льду. Я люблю комфорт, то есть спокойно, чтобы топать хоть куда, и всё. Бурить лёд чем нужно, как нужно, и трудно ли это? Ну, специально, например, устройство. Ну, может быть, есть какая-то более верность. Лазерный, да? Изобрели, да? Нет, на самом деле. На самом деле есть, ну, ручной ледобур, так называемый, да, вы крутите с помощью дискосилы. А сейчас, ну, не сейчас, но давно уже появились использования шуруповёрта. То есть специальная... Насадка? Насадка, да, и с помощью шуруповёрта это намного быстрее. Либо мотобур, то есть бензиновый, большой, тяжёлый, то есть это уже там вдвоём можно бурить. Но единственный минус, шуруповёрт, как бы, нужен хороший, с хорошим аккумулятором, он дорогой. А вы чем пользуетесь? Обычный ручной бур. Его? Тяжеловато только весной, когда уже совсем толстый лёд, метровый, и начинает снег уже таять, и, соответственно, лёд становится мокрый. Вот его тяжело бурить. Личный рекорд, не шибко большой, это щука на 6 килограмм и судак, там, чуть за два. Если брать по Новосибирску, об этом очень много писали. Один мужчина поймал в 16-м году в Сузуне щуку на 18 килограмм. Это вот у нас самый такой новосибирский рекорд в 18-м году. Который я припоминаю. Ну, это такая нормальная, большая щука, 18 килограмм. А правда, что новичкам везёт больше? Да. Это у кого меньше стаж, почему-то больше рыбы удается наловить. Это действительно так. Очень много примеров, с кем я знакомый, познакомился с людьми, которые только начинают рыбачить, они приезжают на рыбалку. И неважно, кто рядом с ним, какой у них уровень профессионализма, они всегда тебя обловят. Причём на самые простые снасти. Палку бросил, да, с веревочкой. Ого, рыба. Практически, да. Причём ловил довольно-таки крупную рыбу. То есть у меня есть знакомый, с которым я познакомился буквально осенью. Он только вот начал рыбалку. И он уже побил мой рекорд по судаку. Как он это делает, я не знаю. Твой дом. Твоя область. Новосибирск. 106,2 FM.